Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор стаж 60 на ваших работ и прекрасной гастро-книги. И еще более прекрасной книги «Желудочный войн». Итак, сегодня у нас с вами речь пойдет об обзоре исследования, которое завершилось буквально недавно и которое содержит полезную информацию о том, что мы едим. А конкретно о том, какие продукты, чего и сколько содержат. На самом деле, частей в исследовании несколько. И мы остановимся на двух основных частях этого исследования. В общем-то, исследование было опубликовано буквально недавно. Это журнал «Нутрициология». Журнал «Нутрициология». Предпосылкой к этому исследованию было то, что известный факт существует, что употребление живых микробов в пищу может приносить или не приносить какую-то пользу здоровью человеку. И вот оценка конкретно живых микробов, которые существуют в еде, она раньше не проводилась в соответствии с определенными продуктами питания. И поэтому исследователи, это была Мария Марка, Роберт Хаткинс, Колин Хилл, они провели большое исследование и стремились оценить, какое же потребление живых микробов у детей и у взрослых в США. Поскольку они сами работают в США, собственно, это они и сделали. В общем-то, для того, чтобы оценить, использовались данные, перекрестные данные исследования НАНЕС, которое проводилось с 2001 по 2018 год. И проведена была категоризация разных продуктов питания в зависимости от того, сколько в них содержится микробов, полезных микробов. Также оценивались и пробиотические добавки, и определялось среднее потребление каждой категории живых микробов и процент людей, которые, собственно, ели из каждой этой категории, ну, собственно, потребляли в пищу этих микробов. Так вот, начнем с того, что предпосылка к этому исследованию. Был известный факт, что действительно, те микроорганизмы, которых мы потребляем в пищу, они все больше признаются за положительный эффект. То есть, мы подразумеваем, что некие, в кавычках, полезные микробы могут оказывать полезное действие для организма. Могут и вредные, но предпосылка такая существует. И имеются некоторые доказательства того, что пробиотики, то есть, живые микробы, они в адекватных дозах, ну, ключевое слово, в адекватных дозах, могут какую-то пользу своему хозяину приносить, своему нашему здоровью. Так вот, эта польза касается и кишечных заболеваний, и системных заболеваний, и каких-то различных состояний. И эпидемиологические данные, они такие очень противоречивые, и исследования по ферментированным продуктам тоже противоречивы. Поэтому, собственно, вот в данном исследовании решили окончательно разобраться, какой же эффект оказывают эти живые микробы, например, в йогурте или в кимче, и сколько вообще их едят люди. И, ну, вот опять же, здесь две части все-таки в исследовании есть. Как вы не говорите, первая, это надо было определить, сколько все-таки, в каких продуктах содержится микробов, а вторая часть, это, собственно, кто сколько ест и какой от этого эффект возникает. Ну вот, но, тем не менее, все-таки гипотеза есть, что наши старые добрые друзья, которые живут в кишечнике разных видов, они могут стимулировать и иммунную систему, и могут влиять на какие-то хронические заболевания, и нарушение обмена веществ, и проблемы, связанные с образом жизни, и вот с западным типом питания. Но, тем не менее, связь между здоровьем человека и попаданием живых микробов в рацион, она еще до конца не изучена, и это предстоит еще изучить. То есть, насколько это вот прямолинейная взаимосвязь, или она опосредованная, или она зависит от конкретных видов. Ну, вот, за некоторыми исключениями, исследования ферментированных пищевых продуктов не определяют какой-то полезный вклад именно в состояние здоровья. В состоянии кишечника, может быть, да. Но, и содержание микробов в разных продуктах, оно тоже абсолютно разное, об этом пишут исследователи. И, например, некоторые способы приготовления, они тоже влияют на содержание продуктов. И какие-то способы приготовления могут, например, инактивировать этих микробов. И тогда, вот мы говорим про ферментированные продукты обычно, что они полезные. Вот, а при этом они могут быть необработанные или обработанные. И вот, часто ферментированные продукты, они содержат примерно 10 в 7 клеток микробов на 1 грамм продукта. Но, в то же время, если мы обработали этот продукт, то количество может снижаться. А если мы говорим, например, про сырые очищенные или неочищенные овощи и фрукты, то там колебание микробов может быть в диапазоне от 10 в 6 до 10 в 8 колонии образующих единиц, то есть вот этих вот самих микробов, на каждый грамм продукта. И поэтому вот эти данные, с одной стороны, контрастируют со сроками хранения этой пищевой продукции. И поэтому при хранении количество микробов может уменьшаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, какие именно микробы. Но вот коммерческие продукты, они обычно являются либо стерильными, либо пастеризованными, либо содержат очень низкий уровень жизнеспособных микробов, то есть меньше, чем 10 в 4 степени. Ну, традиционно, собственно, количество микробов в продукте, оно измеряется в одном грамме продукта, и поскольку цифры большие, микробы маленькие, а цифры большие, то измеряется в колонии образующих единицах, это 10 в какой-то степени. То есть 10 в 3 степени это 1000, 10 в 6 степени это миллион и так далее. Но в то же время, например, охлажденные пастеризованные продукты, включая молоко, мясные деликатесы какие-то, они содержат маленькое очень количество микробов, ну и как отшучиваются авторы исследования, по крайней мере до тех пор, пока продукт сам не испортится. Ну и в отличие от питательных веществ, таких как белки, жиры и углеводы, вот микробный состав продуктов, он в базах данных недоступен, и в эту тему тоже еще какие-то исследования будут предприниматься, потому что точный состав самих продуктов пока еще не доказан и детально не проработан. И вот исследователи, чтобы этот пробел в знаниях восполнить, они наметили шаги для того, чтобы изучить эту проблему и определить, как живые микробы способствуют укреплению здоровья или влияют на риски развития заболеваний. Но поскольку это все-таки многоходовка, за один раз это очень сложно делать, вот это вот начало этой работы, то есть такой первый этап для того, чтобы определить взаимосвязь конкретной еды, а вернее конкретных микробов, содержащихся в конкретной еде, на состояние здоровья и на риски различных заболеваний. Вот. И авторы исследования отметили, что существующие диетические базы данных, они не всегда полностью отражают современные продукты, потому что многие из этих баз данных, они достаточно давно формировались, изучались и продукты какие-то там не содержатся. Тем не менее, исследователи приступили к тому, чтобы набрать данные. Данные набирались из исследования НАНОС. Это огромнейшее исследование, оно крупное, одно из самых крупных во всем мире, и оно постоянное. То есть вот его начали в 60-е годы, и до сих пор оно продолжается, его не заканчивают. Оно репрезентативное, то есть оно охватывает разные социальные группы, разные возрастные группы, разные группы по полу, по национальному уровню и так далее. Вот. И изучает вот обычное население, обычное население, не какие-то группы больных конкретно людей, а обычных людей. Вот. И, собственно, это исследование, оно изначально создавалось для того, чтобы контролировать питание, диету и состояние здоровья именно американцев. Вот в Америке оно и проводит. И в настоящее время данные эти постоянно из исследований НАНОС собираются и публикуются каждые два года. И Национальный центр статистики здравоохранения это все обрабатывает, и потом эти данные собираются и обрабатываются. И это исследование проходит циклами, двухлетними циклами, и поскольку циклы проводятся с использованием современных методов и стандартизированных процедур, то они содержат чрезвычайно большие наборы данных, то есть это больше, чем 60 тысяч человек каждый раз добавляется к этому исследованию. Вот. И, соответственно, в рамках изучения влияния на микрофлору и, соответственно, оценки питания ученые набрали детей в возрасте от двух лет до восемнадцати, от двух, потому что до двух лет микрофлора кишечника еще формируется, и взрослых, тех, кому старше девятнадцати лет. И поделили вот на эти циклы, там, 2001-2002, там, 2003-2004, и по годам так их разложили. Вот. При этом те люди, у которых недостаточно изучались аспекты питания, они прям выкинули их из исследования, чтобы не отвлекаться на них. И туда же попали беременные, например, и кормящие женщины, потому что у них рацион питания может время от времени меняться. И в общей сложности получилось, что они изучили почти 75 тысяч человек, 75 тысяч человек, из которых было около 35 тысяч женщин, 35 тысяч мужчин. В общем-то, примерно равномерная разбивка по, господи, по полу и по возрасту. Вот. Так. Ну и что же. И перед тем, как оценить, что же люди ели, самое главное, на мой взгляд, работа была именно подготовительной. И поэтому то, что практически имеет смысл из этого исследования забрать, это именно практическая составляющая подготовка к этому исследованию. Почему? В общем-то, потому что, чтобы понять, сколько микробов получает каждый участник, каждый человек, надо было все продукты разбить по категориям, сколько в каких продуктах содержится бактерий. И вот, исходя из этого, будет, собственно, и определяться полезность и вклад этого продукта в поддержание микрофлоры кишечника. Ученые исследовали 9388 пищевых кодов, но поскольку это Штаты, здесь у каждого продукта, примерно так же, как в нашем госте, есть определенный код. Разбили их на 48 подгрупп, и эксперты собрали всю возможную информацию, вся, которая только может быть, по содержанию микробов в этих продуктах. Изо всех источников, и из первичной литературы, и из обзоров, и, в общем-то, из данных международных организаций совсем. И были выделены определенные группы. То есть, для удобства подсчета, раз, и для облегчения категоризации, и, собственно, в дальнейшем для облегчения влияния на организм, как это определить, поделили на три ключевые группы. Первый – это продукты, которые содержат мало микробов. Их так назвали лау, низкое содержание микробов, меньше, чем 10 в четвертой колонии образующих единиц на грамм. То есть, меньше 10 тысяч микробов в одном грамме содержится. Это крайне мало, на самом деле. Средняя группа была – это те продукты, так они называли их, медиум, которые содержат от 10 в четвертой до 10 в седьмой колонии образующих единиц, то есть, от 10 тысяч до 10 миллионов микробных этих единиц в грамме продукта. И хай, то есть, высокие продукты, в которых больше 10 миллионов, больше, чем 10 в седьмой колонии образующих единиц на грамм продукты содержатся. И мы говорим про живых микробов. Вот. И, собственно, эти уровни были выбраны, чтобы отразить приблизительное количество жизнеспособных микробов, которые будут присутствовать в пастеризованных продуктах. И в пастеризованных продуктах как раз оказалось, что они в низком количестве содержатся. Вот там как раз меньше, чем 10 в четвертой. Свежие фрукты и овощи, которые употребляются в пищу неочищенными, это содержание где-то от 10 в четвертой до 10 в седьмой степени микробов. И не пастеризованные, то есть, не подвергнутые температурной обработке, ферментированные продукты и пробиотические добавки, у них, конечно, больше всего содержалось колонии образующих единиц, больше, чем 10 в седьмой в каждом грамме продукта. Вот. Так вот они их поделили. И эту табличку я в чат, наверное, скину. Я в чат скину. И были, когда делили, были, конечно, ученые поругались, и были разногласия в отношении примерно 150 пищевых продуктов в одной группе и 250 пищевых продуктов в другой группе, то есть, какое количество там содержится. Ну вот, и, например, разногласия касались сыра и готовых пищевых продуктов, например, такие как салаты, бутерброды или соусы, которые содержат сыр или сыр или кисломолочные продукты. Вот. Но когда изучили литературу, изучили все исследования, то оказалось, что ожидаемый вес пищи, который содержит живые микробы, по сравнению с другими ингредиентами, например, с хлебом, который в бутерброде, и с учетом использования методов консервации, если вот это вот приплюсовать, то оказалось, что бутерброд, например, с типичным американским плавленым сыром, или как у нас тоже есть плавленый сыр, там, дружба, он был отнесен к категории лао, то есть очень низкое содержание микробов в нем содержится. Ну да, надо подчеркнуть, что практически все продукты, они содержат хотя бы какое-то количество микробов полезных, и это и имеет смысл знать. Но просто если их очень мало, то тогда это никакого влияния на кишечник, соответственно, не оказывает. Ну вот. А бутерброды, например, содержащие сыр и другие основные компоненты, например, там, с мясом или со стейком, тоже были отнесены к категории низкого содержания микробов. А вот сыр чеддер и обычные бутерброды с сыром, они попали в категорию умеренного содержания микробов, и чтобы, ну, посчитали, чтобы вычесть весь хлеба и других всевозможных приправ, там, майонеза того же и каких-то других, и тогда получилось, что количество микробов действительно там умеренное. Вот. При этом были разногласия по поводу еще маринованных фруктов и овощей по сравнению с подкисленными, то есть с маринованными, у нас такое слово просто, и в Штатах тоже это слово, оно спорное всегда, потому что маринованные, это бывают ферментированные овощи и фрукты, а бывают маринованные, это с уксусом. Так вот, те, которые маринованы с уксусом, ученые назвали, прямо вот как есть, подкисленные на самом деле, а не ферментированные. Вот. И вот с ними были, конечно, вопросы, чтобы разделить, какое количество микробов содержится в ферментированных, а какое в подкисленных. Но эксперты согласились предположить, что если бы продукты были ферментированы или частично ферментированы, но это касается охлажденных и не подвергнутых температурной обработке продуктов, то их можно относить к категории умеренного содержания микробов, потому что они охладились, это создает условия, и не подвергались температурной обработке, то есть никаких микробов не убили. Но потом в результате дискуссии они все-таки выявили такую категорию, которая пограничная между умеренным и высоким количеством. Вот. Все эти коды и категории можно будет найти в таблице. Единственное, что она на английском языке, ее целиком перевести достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться переводчиком для того, чтобы какие-то интересующие вас продукты найти, перевести с русского на английский и потом поискать в этой таблице, потому что там реально 9000 наименований продуктов. Вот. Все это, в общем, обсчитали, и получился достаточно большой массив данных. Оказалось, что, в общем-то, из 9388 продуктов, которые оценивались, примерно, ну, то есть примерно 8954 содержит очень маленькое количество микробов. Вот так вот. То есть умеренное или большое количество, оно содержится только в ограниченном наборе продуктов реально. И при этом обработанные пищевые продукты, ну, то есть те, которые подвергают обычной термической обработке, возможно, молоко, возможно, готовое мясо, свинина, птица, там, блюда из морепродуктов, соусы, подливы, они, конечно, имели очень низкое содержание микроорганизмов и были отнесены в группу с низким содержанием. Точно так же оказалось, что сырое мясо, свинина, птица, морепродукты, которые были приготовлены, и перед употреблением в них прям микроскопические дозы этого, этих микробов содержались. Предполагалось, что смешанные салаты, например, там, салаты из тунца, из макаронов, содержащие говядину, и в суше, они тоже содержат низкое количество микробов. И действительно, так и оказалось, там очень мало микробов. А вот свежие овощи, которые очищены перед употреблением, их тоже отнесли к категории лау, то есть в них мало очень микробов, потому что большая часть микробов во фруктах содержится именно на кожуре, которую иногда мы очищаем. И двумя основными продуктами, которые отнесены были к категории среднего содержания, то есть умеренного содержания микробов, это свежие овощи и фрукты, свежевыжатые соки, и фруктовые коктейли, они тоже были отнесены к категории медиум, то есть в них умеренное количество микробов, просто потому что они свежевыжатые, и никто этих микробов, конечно же, не убил, и каким-то образом не отфильтровал. Но некоторые приправы и соусы, они тоже были отнесены к продуктам с умеренным содержанием, и в табличке вы это найдете. И некоторые ферментированные продукты тоже были отнесены к средней группе, потому что, например, мисосуп или квашеная капуста, в них не очень большое количество микробов, а именно вот умеренное. При этом большинство ферментированных молочных продуктов, именно они составили основной костяк той категории продуктов, в которых много микробов содержится. А йогурт и другие кисломолочные продукты были отнесены к группе с большим содержанием микробов, ну, если они не в составе какого-то другого продукта. Вот. И этим продуктам был присвоен код ХАЙ, и тоже их в табличке можно найти. Пожалуй, большинство сыров были отнесены к категории с высоким содержанием, за исключением сыра длительного созревания, например, такой, как пармезан. Сыров, которые добавляют в пиццу, в том числе, потому что их обычно нагревают перед употреблением. И плавленые сыры, поскольку при изготовлении их тоже расплавляют, то в них микробов практически нет, и по сути, они представляют собой пастеризованный продукт. И вот бутерброды с сыром, просто по соотношению веса хлеба и продукта, и вот общего количества, тотал, всего количества микробов, которые там содержатся, если это не плавленый сыр, и если это не разогретые бутерброды, то они были отнесены к категории продуктов с высоким содержанием микроорганизмов. А вот пищевые продукты, которых сыр в качестве второстепенного компонента, они были отнесены либо к продуктам с низким содержанием, либо к продуктам с умеренным содержанием, в зависимости от того, какое количество сыра было в пищевом продукте. Ну, то есть исследователи изучали не только в чистом виде продукт, но и какие-то вот сложные блюда, приготовленные из нескольких продуктов, имеющие комбинированный такой состав. При этом, что интересно, оказалось, что количество людей, которые потребляют микробов вместе с едой, полезных микробов, их не то чтобы очень много, ну и со временем, вот с течением времени, эта цифра все-таки возрастает. И сейчас мы говорим о том, что на сегодняшний день примерно 50% детей потребляют достаточное количество продуктов, содержащих живых микробов, и примерно 60% плюс-минус 70% взрослых тоже потребляют достаточное количество продуктов. Но при этом оказывается, что наблюдается какое-то вот такое разделение. То есть есть продукты с низким содержанием, с умеренным содержанием и с высоким содержанием живых микробов. И вот умеренные продукты, почему-то никто не ест, а едят в основном либо продукты с низким содержанием, либо продукты с высоким содержанием. И вот это какой-то парадокс. При этом получается, что, например, дети на сегодняшний день употребляют примерно 70 граммов продуктов с высоким содержанием микробов, продуктов с низким содержанием микробов в сутки. И 85 граммов продуктов, которые содержат... Здесь я вас немножечко запутал, просто потому что я сам посмотрел не на эту строчку таблицы. Смотрите, дети и взрослые. Получается, что продуктов с высоким содержанием микробов живых дети потребляют 85 граммов в сутки, а взрослые потребляют 127 граммов в сутки. Ну, ни много, ни мало, слушайте. Ни много, ни мало. Это такая вот статистическая закономерность, которая была определена в Штатах. И дальнейшим этапом исследования будет, собственно, изучение, куда дальше-то двигаться, достаточное это количество или недостаточное. То есть мы определили средний норматив, теперь этот норматив исследователи будут состыковывать с заболеваемостью, и когда они состыкуются с заболеваемостью, будет понятно. То есть те, кто мало употреблял, у них такие-то болячки, те, кто много употреблял, у них такие-то болячки. Но в целом намечается тренд вот за последние 10 лет, что продуктов, в которых больше живых микробов, начали употреблять реально больше в пищу. По крайней мере в Штатах. И потребление на душу населения у них все-таки возрастает. Будем ждать, наверное, тех исследований, которые по нашим людям будут. Но давайте посмотрим. Если мы поговорим про группы продуктов, которые содержат микробы, то основными тремя группами продуктов это были овощи, фрукты, молоко и молочные продукты. Они вносили основную часть микробов в рацион питания. И обеспечивали примерно 41,39% потребления микробов. Как это ни странно, на втором месте после овощей, фруктов, молока были приправы и соусы. Ну, те, которые содержат достаточно большое количество микробов, они занимают второе место. И вот жиры и масла, они занимают третье место. Те жирные и масляные продукты, которые, соответственно, содержат в себе микробы. Вот такой вот расклад. Дальше, дальше по результатам исследования, мне кажется, идет не самая важная и не самая полезная для нас информация, поскольку здесь рассматривается группа продуктов, которые содержат живых микробов. Дальше рассматривается, какой питательный вклад давали эти продукты, содержащие живые микробы. То есть, например, вместе с этими продуктами люди получали, ну вот, давайте посмотрим, примерно 5% белка, примерно 4 грамма углеводов, примерно 5 граммов жира, 5% и около 10% клетчатки. При этом сахаров в этих продуктах было очень мало. И дальше идет анализ по микроэлементам, по кальцию, магнию, цинку, натрию, фосфору. И какой вклад эти продукты делают в общую ситуацию. Поэтому можно подытожить, что, в общем-то, исследований таких на самом деле не было. И я буду фокусироваться и дальше на том, что основная составляющая этого исследования, это не вот эта вот детализация по тому, какое питание, какой вклад он дает, а, на мой взгляд, изучение самих продуктов. Потому что изучение самих продуктов, да, это вообще никто не делал, ну, толковое, и не категоризировал их по группам, какие продукты больше микробов содержат, какие меньше содержат. И вот эти вот разграничения, там, 10 в 4, 10 в 7 тоже никто не вводил. Поэтому на эти цифры мы можем ориентироваться, когда сами будем есть. Для этого надо посмотреть таблицу, посмотреть те продукты, которые вам интересно изучить, потому что это получился по итогу исследования большущий справочный материал, на который можно ориентироваться. Но, тем не менее, авторы констатируют, что на самом деле это обобщенные данные в целом по количеству микробов, а вот им бы хотелось дальше изучить, какие конкретно микробы, какой баланс между микробами в каждом из этих продуктов питания, чтобы можно было уже количественно говорить. Например, здесь больше стафилококок, здесь больше стриптокок, здесь больше еще чего-то. Ну, этих данных они пока по всем продуктам не проанализировали, но вы представляете, какой большой объем работы, 9 тысяч с половиной наименований. Также они видят для себя следующим шагом изучение того, какие грибы там живут, может быть, плесень даже в каких-то продуктах присутствует, и как на это влияет степень термической обработки продуктов и время хранения в холодильнике. Например, если мы берем ферментированные продукты, то не все продукты, которые обработаны после ферментации, в них сохраняются микробы. То есть мы, например, проферментировали продукт, как-то его потом обработали, и вот, собственно, в нем микробов уже не осталось. Поэтому они утверждают, что лучше сырыми есть ферментированные продукты. Плюс-минус количество может все-таки значительно отличаться. И, например, в то время, как большинство микробов в йогурте и кисломолочных продуктах, они относятся к молочно-кислым бактериям. Те бактерии, которые присутствуют на поверхности овощей и фруктов, они более разнообразны. И чаще всего включают протеобактерии, а именно псевдомонодоты. И вот эти категории, эти кластеры уже дальше придется изучать. Кроме того, большинство магазинных продуктов, они проходят пастеризацию, то есть там убивается часть микробов, и поэтому они меньше портятся. И вот какой состав остается, тоже большой вопрос. И что происходит с этими бактериями, когда они хранятся в розничной торговле и в домашних условиях? Это тоже исследователи будут дальше изучать. Ну вот, в общем-то, работы у них еще много, но табличку они составили. Вот эту табличку я, собственно, зашлю в чат, поэтому посмотрите внимательно, посмотрите самую нижнюю часть. Ведь из вот этих 9 тысяч продуктов только, оказывается, 8,5 тысяч, они практически бесполезны и не содержат микробов. Ну то есть микро-какие-то количества, которые в желудке убиваются. А вот нижняя часть, в которых много микробов, вот они как раз имеют пользу и могут действительно доставлять микробов в большом количестве наш кишечник. Ну вот, выберем потом следующее исследование, я его тоже прокомментирую. Я, конечно, ожидал от этого исследования, ну оно было так распиарено в медицинском сообществе, ожидал немножко большего. Но вот видите, здесь скорее такая вот техническая больше работа и нет какого-то такого значимого открытия. Скорее справочную базу они подбили, но тоже постарались, потому что столько продуктов проанализировать, это, конечно, уму непостижимо. Ну что, до скорых встреч, смотрим еще какие исследования, может быть, нам будут интересны или на какие темы, и я буду подбирать исследования под ваш запрос.